Всем привет! Меня зовут Ольга Рохас. И сегодня я бы хотела поделиться с вами о такой привычке, которая я уже соблюдаю ввиду более двух лет, которая называется Святой Четверг. Что это такое, зачем нужен Святой Четверг, как он организовывается, какие есть проблемы в организации, обо всем этом мы сегодня поговорим с вами. Сразу перейду к делу, расскажу, что же такое Святой Четверг. Святой Четверг это термин, который я создала сама, и он на самом деле родился просто из нужды в моей жизни. Как вы знаете, мы русско-перуанская семья, которая живет в городе Нью-Йорке. У нас двое маленьких детей с мужем, 3-5 лет, и в нашей жизни нет помощников, нет школы, нет, в общем-то, каких-то людей, на которых можно переложить свои обязательства родительские. Именно поэтому в нашей жизни родительство несло очень интенсивный характер. Оба я и муж, мы люди, которые очень сильно хотим реализовать себя где-то еще, например, в профессиональной сфере или в саморазвитии, помимо нашего быта, нашего дома и родительства в целом. Именно поэтому желание выходить на улицу самостоятельно, одному в тишине и быть личностью так долго и навязчиво присутствовало в моей жизни, потому что у моих девчонок разница в возрасте 2 года, соответственно, я не выходя из одного родительства сразу попала в другое. Это были намеренные шаги, мы так хотели, но я не совсем понимала, во что я окуналась. Так вот, возвращаясь к традиции святого четверга. Цветой четверг – это время, у меня это конкретно связано с четвергом, когда в четверг в 6 часов вечера я выхожу из дома одна и иду исполнять свои желания. Дело в том, что в течение всей недели я исполняю желания всей моей семьи, моего мужа, моих детей на работе, в общем-то, исполняю и отдаю свою энергию другим людям. Святой четверг, он организован с целью восполнить мой внутренний ресурс, то есть накопить ту чашечку, которую я буду в течение всей недели отдавать. Святой четверг. Почему именно такое название я ему дала? Ну, во-первых, просто потому, что я, когда анализировала наши дни, я поняла, что в четверг ходить вне гулять будет больше всего целесообразно, так как и мужу вечером не надо работать и каких-то особенных у нас в четверг-вечер не происходит там социальных ивентов, соответственно, это более реалистично. И второе слово «святой» – это значит то, что ни при каких условиях, будь то дождь, снег, гроза, молния, усталость, все, что угодно, но мне ничего не помешает вотворить этот день в жизнь. И, в общем-то, да, на протяжении двух с половиной лет, возможно, мой святой четверг переносился, например, на пятницу или на четверг по каким-либо причинам, но он всегда воспроизводился. Что я делаю в святой четверг наглядно? Итак, святой четверг, чем я занимаюсь? Ну, во-первых, я стараюсь не строить каких-то грандиозных или серьезных планов, от которых нельзя отойти. Дело в том, что вся наша неделя, она четко спланирована с детьми, у нас есть четкая рутина и дисциплина. И на четверг я оставляю тот самый фактор спонтанности для решения для себя. То есть иногда, да, я делаю какие-то примерные планы, но уже исходя из моего состояния на момент четверга вечер, я решаю, хочу ли я следовать этому плану или нет. Как правило, в четверг я красиво одеваюсь, я обязательно делаю себе мейкап, ну, то есть это те вещи, которые мне делают приятно, возможно, вы будете делать что-то другое. То есть я иду практически как бы на праздник, да, на какой-то такой праздник, организованный для себя и в котором буду участвовать я. Я красиво одеваюсь и я встаю перед зеркалом, иногда это просто внутренний диалог, я спрашиваю себя, Олечка, дорогая, чего ты хочешь? То есть я показываю себе о том, что я тебя слышу, я слышу свою внутреннюю девочку, своего внутреннего ребенка, я ее не игнорирую, я хочу, чтобы ее голос был услышан. И именно тогда, когда моя внутренняя Олечка знает, что ей отведено какое-то время, оно не какое-то, а конкретное, да, время, то она, в принципе, достаточно терпеливо ожидает своего времени и в день или вечер, да, который ей прислужит нашей семье этот четверг вечер, она начинает со мной разговаривать. Иногда, например, я иду просто гулять по набережной, слушаю свою музыку, прослушиваю какие-то лекции. Например, на этой неделе я ходила на Пилатес, я занималась тем, что я слушала просто свою аудиокнигу и гуляла по набережной в городе Нью-Йорке. В другой день я могу поехать в какое-то красивое кафе веганское. Я знаю, что, допустим, мой муж не поддержит такую идею, не всегда возможно. Мне хочется узнавать какие-то новые места. И, в общем-то, я еду в кафе просто почитать книгу, побыть наедине с собой, услышать свой внутренний голос. Это то, чего так сильно не хватает часто нам, женщинам, мамам, у которых в ежедневной жизни есть очень много суеты, заботы о других. Не хватает времени для себя в тишине услышать свой внутренний голос. Вариации того, что я могу делать с той четверг, они могут быть бесконечно разные. И я оставляю на этот день максимальное количество силы, энергии для того, чтобы реализовать тот самый эффект новизны, который, как мы знаем, очень часто помогает нам в чувству, в самом этом ощущении счастья в нашей жизни. Эффект новизны в плане, например, сходить на выставку или, например, сходить нарисовать какую-то картину, возможно, съездить в магазин каких-то, например, музыкальных инструментов. Все, что угодно, все, что вам придет в голову, все, что вам захочется, это можно сотворить в ваш святой четверг. Традиция святого четверга – это все же часто повторяющаяся привычка. Как любая привычка, я предлагаю вам ее закрепить по системе SMART. Возможно, вы об этой системе слышали, но я сейчас в двух словах расскажу, о чем она значит. SMART – это аббревиатура. Воспользуюсь своим телефоном, у меня здесь есть небольшая аббревиатура расшифровки SMART, S-M-A-R-T, соответственно, где S стоит за специфичность. Это значит, что цель должна быть конкретизирована и детализирована. То есть конкретная моя, вот в этой привычке, в этой цели есть конкретно, что я исполняю. То есть я иду исполнять свои желания. Есть четкая деталь, и я продумываю, то есть как это я буду делать. Следующее – это M можно измерить. Соответственно, где, как я измеряю, да, я буду проводить, например, я точно знаю, что с 6, где-то до 10, соответственно, 4 часа, да, это кто, как я измерю. Можно измерять, например, ваши желания. Я хочу там себе исполнить каждый четверг, там, например, два желания. Соответственно, вы это себе фиксируете. А, акцент на действии. То есть вы продумываете конкретно, что вы будете делать. Вы проанализировали, так, какое действие я буду исполнять, да. То есть вы понимаете, что мне нужно будет там одеться, красиво накраситься, выйти. То есть вы продумываете вот тут цепочку событий, которые у вас так или иначе вы хотите провести на свой цветой четверг. R стоит за реалистичной. Соответственно, если вам нереалистично ходить, гулять, организовывать цветой четверг и четверг, это может быть у вас святая пятница, святая, я не знаю, суббота, воскресенье, все что угодно. Если вам нереалистично вечером ходить гулять, соответственно, пускай это будет утро. То есть вы ставите для себя какие-то реалистичные рамки. И T стоит за тайминг. Соответственно, вы должны привязать к конкретному времени. И этому времени вы будете следовать свято, то есть как по-английски говорят religiously, вы не будете переносить это время. Будете стараться повторять одно и то же действие в конкретное привязанное время. И также при реализации, при привитии новой привычки вам нужны соответствующие триггеры. То есть вы знаете, например, в моем случае у меня примерно в 5 часов, в четверг приходит муж с работы. Соответственно, для меня это триггер. В 5 часов в четверг я начинаю уже собираться, уже продумывать, уже настраиваться на волну своего святого четверга. С 5 до 6 я уже, так скажем, у нас происходит пере... Как это называется? Получается, что уже часов в 5 я начинаю настраиваться на волну святого четверга. Я начинаю собираться. Приход моего мужа домой это определенный триггер. Ну и, конечно же, просто то, что четверг я знаю уже, что это будет что-то очень приятное. И это тоже провоцирует меня внутренне на то, чтобы я это действие повторяла, да, на следующей неделе и после нее, и не забывала для него. Потому что тебя нужно всегда похвалить за то, что ты эту привычку сохраняешь. Соответственно, я думаю, что с этим пунктом у вас не будет каких-то проблем. Вы точно сможете найти путь, как же вы себя сами будете хвалить за выполнение своего святого четверга. Какие здесь могут быть страхи? Первый страх, наверное, с которым сталкиваются женщины при реализации или при том, как вы пробуете святой четверг, это страх не контролировать ситуацию, ваше отсутствие. Соответственно, когда вы уходите из дома, вы полностью отдаете обязанности дома быта и детей, да, на вашего супруга, партнера или там, возможно, няню, да, вашего помощника. Соответственно, то, что вы не контролируете ситуацию, это определенный страх, который нужно проработать. Я вас уверяю, когда вы сходите, прекрасно проведете время наедине с собой, вы вернетесь, не будет никакого пожара, мир не уйдет из-под ног, и дети будут в целости и сохранности, а вы при всем этом будете счастливые, довольные и наполненные. И я своим детям объясняю, это очень просто, они прекрасно это знают, что мама идет наполнять свою чашу и уже завтра в таком случае, в пятницу, соответственно, я смогу с ними как-то весело провести время, мы можем испечь какой-то пирог. Первое время это очень сильно помогает детям, то есть у них тоже есть мотивация отпустить маму. Здесь же вы простраиваете свои личные границы на то, что есть не только желание детей, но есть желание еще и мамы. Когда мама об этом так четко заявляет, у вас есть временные границы, у вас есть конкретное выделенное время, в таком случае вы уже построили тот самый забор личных границ, на которые уже никто не вправе заступить без их осознанности, что они это сделали. То есть четко расставлены границы. Как говорится, в йоге самое сложное это разложить коврик, здесь примерно то же самое, здесь самое сложное это начать. Я очень рекомендую вам закрепить этот Святой Четверг к конкретному времени, объявить об этом решении вашей семье, как вашему партнеру, так и вашим детям. Тем самым вы прочерчиваете свои личные границы. Продумайте заранее, что было бы вам приятно сделать в Святой Четверг. Таким образом вы будете внутренне проработаете связь того, что сейчас я наполняюсь для того, чтобы всю неделю делиться своей энергией. Потому что если это не сделаете вы, никто не сделает это за вас. Возможно это звучит очень банально, но на самом деле это очень хорошо работает. У нас уже вводится дополнительный Святой Четверг в нашей семье, потому что я почувствовала, что одного четверга мне стало очень мало. Дети растут, количество просьб и участия моего в их жизни меняется. Соответственно я уже начала потихоньку вводить для себя еще и Святой Понедельник, помимо Святого Четверга. И надо отметить, что своему мужу я тоже целиком и полностью позволяю выбрать для себя такой день. Муж все равно имеет немного больше свободы, он больше работает, он ходит в спортивный зал. Соответственно у него немножко есть больше времени, но если он хочет идти, например, гулять с друзьями, то я безусловно тоже его с легкостью отпускаю, потому что я прекрасно понимаю, что нужны еще какие-то социальные связи помимо семьи и работ. Дайте, пожалуйста, знать, если это видео вам было полезно, если вам интересно узнавать, какие у меня есть привычки, какие есть интересные идеи, как я это все имплементирую в жизни. Дайте, пожалуйста, знать в комментарии, может быть, кто-то уже практикует Святые Четверги. Обязательно оставляйте ваши фото, отмечайте меня в Инстаграме. Если вы пошли на Святой Четверг, уже будет очень интересно на это посмотреть и посмотреть настолько, как здорово, что нас объединяет с вами такая общая интересная привычка и традиция. Огромное спасибо, не забудь подписаться на мой канал, и мы увидимся с тобой в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok